Субботнее утро. Народ приходит на театральную площадь с 5 утра. Продавцы приезжают в 4 часа и начинают свою работу ярмарка выходного дня. Уже несколько недель не умолкают споры о том, как лучше оставить ее здесь, перенести или закрыть вообще. Аргументов приводится много. Центр города не экологично, мусора остается много и так далее. Но у людей другое мнение. Мы покупатели, приходим каждую субботу на ярмарку выходного дня. Нас вот устраивает все свежие продукты, лучше, чем в супермаркетах. Вот смотрите, сколько народу стоит. Это очень удобно, это просто необходимо для людей. Причем это практикуется и в больших, и в малых европейских городах. А здесь очень все удобно. Все для стариков, для пенсионеров. Цены вас устраивают? Да, вот с моей пенсии как раз подходит, как бы это сказать, все у меня это вписывается. Вот в мою, так называемую, пенсионную бюджет. Сюда приезжают за натуральными продуктами родного края, по праву считая их более полезными и качественными. Елену Крючкову из Королстого можно встретить на Театральной площади, невзирая на время года и погоду. Три года подряд каждую субботу она торгует молочной продукцией. У Елены шесть коров. Из детства она привыкла делать из молока сметану, кефир и много чего другого. Говорит, научила мама. Сейчас у ее прилавка традиционно очередь. За один день Елена продает почти 150 килограммов продукции. И никто ни разу не пожаловался. Все приходят снова. Проходимость очень хорошая, доступность очень хорошая. То есть все транспортные здесь проходят линии. К нам люди приезжают из Дягилева, люди приезжают из Горощи, люди приезжают из Московского. Пасечник Виктор Васильев уже 9 лет приезжает на ярмарку выходного дня. Он уверен, реализовать свою продукцию может только здесь. Мне вот как пасечник другого места, где бы я мед продавал, нету. Это единственная моя финансовая возможность заработать денег. Виктор решил не полагаться на изменчивую судьбу и взял дело в свои руки. Он с самого утра начал собирать подписи, чтобы ярмарку оставили на театральной площади. Здесь вот уже больше 400 подписей. Почти 500 тут вот я вижу уже. Да, и думаю до 500 дойдет. Есть и другое мнение у жителей города. Марина Чупейкина считает, что подобная торговля является пережитком прошлого и противоречит правилам цивилизованной коммерции и торговли. Мы уже живем в 21 веке. Прошло 30 лет. А мы все еще с асфальта покупаем сыр, колбаску, мясо и так далее. Какой бы лоток ни ставили, это все равно асфальт. Все равно рядом едут машины, это выхлопные газы, это пыль, грязь и все остальное. Также Марину возмущает, что на ярмарке выходного дня нет кассовых аппаратов. Чтобы не быть голословной, она предлагает построить павильон для торговли рязанской продукцией. В общем, мнения рязанцев разделились. Мы не беремся судить, кто прав. Но по итогам опроса выяснилось, что большинство жителей города хотели бы оставить ярмарку выходного дня на прежнем месте – площади Театральной. Мария Руда и Сергей Данилин. Телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова